Я все время ищу правильных людей для своей компании. Но как понять, кто из кандидатов будет добиваться реальных результатов? Теперь это возможно! Skilex создает для кандидата условия и задачи, максимально приближенные к реальным в форме увлекательной игры. Выбрав удобное время и место, они сами проходят ее за пару часов. При этом я не трачу время на десятки собеседований. Рекомендую этот сервис владельцам компаний и менеджерам любого уровня. Просто регистрируйтесь, отправляйте приглашение и делайте обоснованный выбор. Медиафрэш. Возьмем опыт лучших специалистов в области публичных коммуникаций. Добавим немного креатива. Разбавим лучшими мировыми трендами. Полученную смесь употребляйте раз в неделю строго под назначением. Медиафрэш. Итак, друзья, мой 70-й выпуск Медиафрэш уже в студии на Рентгена 7. У меня хороший товарищ, друг по работе и просто прекрасный мужчина. Сейчас мы в подводке узнаем, чем же он знаменит. А потом я снова начну своими любимыми инструментами вытаскивать из него все профессиональные секреты. Вячеслав Файвинов. 32 года. Организатор конференций, семинаров и тренингов. Главным профессиональным достижением считает то, что живет той жизнью, которая его полностью устраивает. Мечтает выбирать каждый вечер новую страну для ужина. Ну что, ты готов? Да, готов. Итак, не надо говорить, что ты ничего не знаешь. И все равно я буду из тебя узнавать самые-самые сокровенные вещи. Как же ты докатился до жизни в такой. В первую очередь, давай небольшую такую ремарку о твоей биографии. Почему все организаторы России, в частности Питера, знают о тебе, знают о твоих проектах. Но если вдруг наши слушатели еще молодые и не успели застать золотую эру этого бизнеса, то сейчас мы об этом и расскажем. Ну вот о тебе я и узнал, что оказывается, обо мне все знают. Ну ладно, буду знать. Тебе с какого момента? Мне с начала. Тебе с начала? Ой, началось еще в ВУЗе в 2000-х годах, когда у нас было сно. Сейчас как это правильно договоречь? Первые продажи со сцены тогда пошли. Первые организации психологических конференций, каких-то газет, каких-то выступлений. Далее, в 2003 году я уже работал с компаниями Sony, Pioneer, Toshiba и так далее. Мы делали акции. Все, что касается маркетинга, это оттуда пошло. В 2005 году я уже работал в РЖД. Так, соответственно, ну, коммуникации тоже оттуда идут. Если будем говорить дальше, так, от 1С идут, в котором я тоже работал в одной из компаний, в Кончайзе. Соответственно, оттуда идет умение проводить большие мероприятия массовые на нескольких площадках. И сейчас скажу. Ну, а весь тот движняк, который более-менее виден вот сейчас, ну, который происходит в городе, в стране, и к какому я имею какое-то отношение, соответственно, это с 2010 года. И вот что произошло в 2010-м? То есть у тебя были крупные проекты в разных больших компаниях, а потом в какой-то, как говорится, инфобизнес, это продажа воды? Как ты туда попал? Я бы не сказал, что я имею, ну, прямо вот совсем такое филированное отношение к инфобизнесу, потому что, ну, в 2010-м году не было никакого инфобизнеса еще. Если говорить об Андрее Парабеллами, то он еще не сильно был известен. И я вот сейчас это буду раскрывать. Началось все с того, что в 2010-м году, я с своим партнером Кириллом Гойдуком, и, кстати, еще Андрей Зимин, ну, наверняка, ты тоже знаешь. Ну, мы с Андрюшей даже одного дня, один день рождения у нас на два лет. Да, началось с того, что тогда уже у Кирилла была своя организация, которая тогда называлась «Бизнес Коп», которая уже регулярно что-то проводила. Мы просто стали это проводить гораздо более часто и, соответственно, более массово. То есть в 2010-м году мы уже стали собирать человек по 500, там, на Игорь и мама. А как вы это все делали в пространстве, когда это не было настолько популярным? Тем более, это, Андрей, какой-то 2010-й? Да, да, тогда еще не было понятия заработка, тогда еще не было двухшаговой продажи, но, во всяком случае, мы это не умели. То есть тогда собрать мероприятие за 500 рублей входной билет, так называемый, организационный сбор, это тогда казалось, ну, логично. Собственно, вот с этого все и началось. Я просто помню, что я приходила в «Бизнес Куб» на какой-то вечер контактов. Да, это было в 2011-й. Вот, 2011-й, я не помню, сколько там был взнос, но там рублей 700, наверное, был. И я потом долго думала, почему так много людей отдали, ну, достаточно, получается, в массе своей большую сумму денег в итоге вам за то, что они друг к другу просто по минуте познакомились. Как вы сумели создать именно такое сообщество людей, которое ходило с мероприятием на мероприятие? Ну, нужно от человека отталкиваться. Если у него внутри, в нем самом есть инструменты коммуникации и монетизации, ему достаточно и пяти человек, а если еще и сто, то если он умеет продавать, умеет знакомиться, он моментально монетизирует, ну, соответственно, вот это вот микросообщество. Поэтому… Вы как его собирали? Вот именно ища каждого такого человека и объединяя, или… Нет, ты имеешь в виду, тебе интересно какие? Каналы коммуникации, по которым эти люди пришли? Да, как они приходили. Это из контакта. В основном тогда была аудитория из контакта. А что вы делали? Вы приглашения слали, таргетинг ставили? Таргетинг, уже к тому времени появились бюджеты, был таргетинг. Ну, тогда популярных сообществ таких больших не было, правильно? Не было импульсного трафика, не было паблики, запустились в 2011, по-моему, то ли в феврале, то ли в марте, соответственно, импульсного трафика как и такового не было. Вот. И работал тогда таргетинг. Тогда, ну, фактически большая часть аудитории приносил именно он. Это как раз из, ну, не было еще рассылок партнерских, не было умения собирать, ну, вот, за вот эти вот два года достаточно много всего изменилось. Хорошо, а давай теперь перейдем к тому моменту, когда уже в 2011, в каком году ты начал параллельно делать какие-то другие проекты там были разошлись, насколько я помню? Ну, я бы не сказал, что мы разошлись внутри организации, но мы все равно проводим проекты, то есть это, как правильно сказать-то, просто никто не стал делать, каждый по своему автомобилю, каждый стал делать по какой-то конкретной части, сосредоточиваясь именно на ней. То есть, если я, например, отвечаю за подвеску, да, то я ее делаю, там, я не буду собирать, ну, запорожец кое-как, да, я лучше сделаю идеально свою часть, и, соответственно, в идеале у нас продукт получится гораздо дороже, и мы его гораздо более выгодно продадим. А чем это отличается от распределения обязанностей внутри одной компании? А рыночная ценность гораздо более конкретно, у тебя прописана конкретная монетизация твоего процесса, там абсолютно четкая монетизация, сразу видно, работаешь, ну, соответственно, твой результат. Внутри команды можно съехать. Нет, подожди, давай вот просто на примере, как это вообще происходит? Вот есть мероприятие X, и как вы взаимодействуете? Или у вас там есть X, Y, Z, и на каждом мероприятии каждый делает какую-то свою часть? Что именно происходит? Нет, ну, смотрите, кто-то занимается лендинг-пейджем, да, кто-то занимается оформлением писем внутри этого проекта, кто-то занимается прозвоном, кто-то занимается трафиком на вот этот лендинг-пейдж. И то есть, получается, у каждого есть определенные критерии оценки эффективности, по которым… Да, и когда это в разных организациях происходит, или, условно говоря, разными людьми, посчитать гораздо проще, чем внутри организации придумать какие-то коэффициенты, кто у нас на сколько-то час работал. Ну, то есть, не все кучей занимаются, а есть распределение. Да. Хорошо, а давай тогда, раз мы уже дошли до этой темы, мы с тобой проговорим основные методы привлечения людей на мероприятия, и самое главное, какие-то главные советы, главные ошибки и критерии оценки эффективности, когда стоит бить тревогу, какие коэффициенты до оборотов являются хорошими. Слушай, ну, нужно отталкиваться от карьерного проекта, лучше ты мне назови, на примере каких-то там диджиталей или еще чего. Ну, давай вот возьмем проект, не знаю, придумала Катя Коннова провести свой тренинг. Какой? Давай бизнес-пикап, монетизация личного бренда. Соответственно, Катя Коннова решила, что будет волшебный курс, он будет длиться, условно, месяц такой, два раза в неделю идут занятия, и что нужно делать? Ну, а целевая аудитория у тебя какая? Ну, вообще, это предприниматели, которые хотят повысить свою рыночную стоимость. Немного размыто для меня, что значит рыночная стоимость. У предпринимателя рыночная стоимость какая? Его организации, его рабочего времени, его чистой прибыли. А тут все приходит в кучу. С одной стороны... Вот не хочу, чтобы все-все приходило в кучу. Не, ну давай так, возьмем с того, что он просто консультант, к примеру, и если его будут все знать, он сможет брать за час больше не 100 рублей, а 200 рублей. А, тупо механическое, это самое, его, ну, простая его механическая стоимость, что называется. Ну да, пусть будет так. Ну, а почему тогда, ну, следующий вопрос, а почему тогда ты идешь через этот продукт? Гораздо проще создавать какие-то книги, контент, который ты, собственно, и создаешь, и идти через него, через, условно говоря, количество контактов, создание популярности. В данном случае, вот тот курс, который ты мне предложила, он, он же не напрямую, не, как сказать-то, он один из инструментов, повышающийся ценность, соответственно, вот этого часа, правильно? Ну да, но в этом курсе... Он не основной инструмент. Подожди, но в этом курсе все основные инструменты, которые выполняют люди в домашних заданиях. Нет, подожди, ты, у нас задача какая, чтобы он за час больше денег получал от консультации, или задача провести курс, а для чего этот курс? Нет, подожди, курс мой, благодаря прохождению которому наш предприниматель Вася Пупкин начинает получать не 100 рублей за консультацию, а 200 рублей. А, я понял. Нет, можем взять другой пример, не знаю, вот у нас будет сейчас летняя школа пиар и маркетинга, там целевая аудитория вообще простая. Это школьники, которые поступают на пиар-рекламу, это студенты первого-третьего курса, и это, получается, у нас абитуриенты, которые вот сейчас летом не знаю, чем заняться. Две недели идет курс, каждый день занятия, получается, каждый день с 10 до 6 уроки, задачи, крутые спикеры и так далее. Ну, с предпринимателями не проще, потому что вот эту аудиторию, ну, хотя бы минимально знаю. Ну, вот давай тогда вернемся к монетизации личного бренда. Вот есть у меня курс, который нужно продать предпринимателям. Что нужно сделать? Он у тебя какой? Онлайн, оффлайн? Оффлайн. Ну, соответственно, ты имеешь в виду, это вебинары, да, это инструмент непривязанный. Оффлайн, это значит… Это значит в Петербурге? Да. Давай, будут делать тебе сложные задания. Ну, а зачем? Ну, хочется, наши слушатели хотят узнать побольше. Нет, ну, просто, если делать онлайн, ты подключишь совершенно, скажем так, более платежеспособную аудиторию, и вебинары позволяют уже достаточно полноценно использовать вот эти вот фокус-группы, которые ты создаешь и совершаешь, как это, и привлекать более платежеспособные населения, чем в Санкт-Петербурге. Почему ты считаешь, что в городах… Не-не-не, не в городах, в Санкт-Петербурге. Даже в Санкт-Петербурге лучше пилот вебинары? Нет, дело не в том, что в Санкт-Петербурге, все равно, где ты находишься, а к тому, что в Санкт-Петербурге более сложная аудитория относительно всего всей остальной России. Это знают все. Почему такое происходит? Ну, это особенность этого города. Поэтому, если мы говорим о вебинарах оттуда, если говорить про мой опыт, оттуда не так много людей из Санкт-Петербурга. Я тебе больше скажу. Есть, когда мы делали первую пятерку, где был МАН, был такой проект Five Stars. Соответственно, в 2011 году мы первые, кто вытащили в онлайн одновременно пять самых известных российских экспертов. Там был МАН, Левитас. Так, что у нас там еще было? Дмитрий Кот. Ну, Радмила Лукич. Соответственно, если смотреть по продажам, по-моему, в Питере вообще никто не купил. То есть, ну, трафик шел со всех городов. И, соответственно, и питерские его тоже видели. Я тебе больше скажу, вот именно под эту аудиторию, да? Ну, ладно. Я тебя, смотри, я тебя сталкиваю к закону Паретта. Просто ты говоришь, нужно в Питере. Вопрос не ко мне. Вопрос, а зачем тебе нужно в Питере? Потому что я люблю общаться с людьми вживую. Я считаю, что оффлайн курсы работают лучше, чем интернет. Хорошо, 5500 САПСАН, в Москве собираешь этот курс. Хорошо, ладно. И тут вопрос не в этом. Я не к своему курсу, а к тому, что какие инструменты ты можешь порекомендовать людям? Инструменты более-менее одинаковые. В данном случае, если у тебя целевая аудитория, вот бизнесовая, ну, тебе нужно находить, если говорим о почтовом трафике, то тебе нужно... А у тебя как курс, что называется, закрывается? Какая монетизация? Там сколько шагов? Что значит, сколько шагов? Ну, ты его в лоб продаешь за какие-то деньги? Или, соответственно, у тебя сначала идет, условно говоря, разогревающий вебинар? Ну, опять же, вебинар, либо какое-то выступление, после которого люди понимают, да, им это надо, и они идут уже, видя твои глаза, уже монетизируются. Зайка мой, ну ты же у меня эксперт. Я тебе просто произвела пример, поэтому... Ну, я же, ты же задала конкретный вопрос. Нет, ну смотри, у меня, условно, есть и бесплатные. Я могу и книгу свою показать, я могу и видео обучающее дать бесплатно, могу, все что угодно. Как лучше это сделать? Твой опыт что говорит? Какой должен быть алгоритм? Я бы просто сделал тестовый запуск, прогнал бы несколько рассылок. Почтовых? Не обязательно почтовых, ну, то есть, те люди, которые, по твоему мнению, будут релевантны твоему курсу. То есть, это, условно говоря, где есть предприниматель, твоя целевая аудитория. Да, я им штук пять находим их, говорим, давайте сделаем классный тест. Они тебе приходят на лейдинг-пейдж, который ты сделал так, как ты хочешь. То есть, ты знаешь эту аудиторию, и, наверное, ты предполагаешь, как она правильно будет, что называется, монетизироваться. Дальше они знакомятся с твоим лейдинг-пейджем и делают какое-то целевое действие. Зависит от того, что тебе нужно. Вот тебе что нужно, чтобы они пришли на твой тестовый, ну, на твою презентацию, правильно? В онлайне. Если говорим про Питер, то, конечно, количество трафика резко сокращается, условно говоря. Но если говорим про онлайн, хорошо, на бесплатную выбина. Я тебе больше скажу, можно сделать в Петербурге семинар, но сделать онлайн-трансляцию. То есть, ты не потеряешь часть трафика. Хорошо. То есть, я тебя все-таки сталкиваю к более каким-то конкретным денежным цифрам, потому что, ну, в Москве и в других городах люди чаще всего, чаще всего, опять же, более активные и не то, что более пассионарные. Ну, статистика продаж показывает, что в Петербурге не так много. Ну, я опять повторяю, да? Соответственно, это закон Паретто. Мы можем сделать 80% усилий, но получим 20% результата, если, условно говоря, собираем в Питере. Есть часть проектов, которые опровергают это. То есть, на примере «Диджитали» это крупнейшая конференция, но она была в Питере. То есть, я сразу хочу оговориться, да? Если ты вот конкретно что скажешь. Вот в «Диджитали» он пошел в Питере, хотя там плавин спикер из Москвы приехал, и куча народу как бы тоже иногороднее, но это крупнейшая питерская конференция. Да, мы с Сережей на позапрошлом выпуске общались как раз на эту тему. Так вот, давай. Да, соответственно, последний вопрос у тебя какой был? Целевое действие, правильно, на сайте, да? Человек, ознакомившись с той информацией, которую ему ты приглашаешь, ну вот, допустим, ушла какая-то партнерская рассылка, да? Ты говоришь, я вот такая-такая, у меня интересный курс, кто хотите, переходите по этой вот ссылке. Ты по этой ссылке попадаешь на сайт, видишь, да, интересно. Понимаешь, да, я хочу поучаствовать в этом, посмотреть, совершать целевое действие. Чаще всего это просто подписка. Либо еще что-то скачать какие-то, условно говоря. То есть бесплатное что-то? Ну, скажем так, бесплатно в этом отношении проще монетизировать. То есть постепенно доводя человека до осознания того, что ему это нужно, это гораздо более легче, чем попытаться напрямую продать ему билет. Вот на примере диджиталя, там вообще по-другому все действует. То есть там как раз система охвата по-другому работает. Там и ретаргетинг, и маркетинг работает, и, соответственно, и охват по-другому строится. То есть если мы говорим об этих инструментах, это вообще отдельная письма. А если мы говорим о том, что тебе нужно сделать, условно говоря, тест, в котором нужно просто понимать, вот человек, который в подписку к тебе упал, он за месяц сколько тебе приносит. Вот для этого нужно сделать тест и посмотреть. То есть для меня должна быть один показатель. Вот если мы берем, условно говоря, один месяц, и в подписке у меня, например, 100 человек, я должен четко понимать, вот каждый из этих 100 человек сколько он рублей принес? Все очень просто. Стоимость подписки определяет, по сути, дальше твое действие, что ты дальше будешь делать. Как только ты знаешь стоимость подписчика, ты сразу можешь формировать маркетинговый рекламный бюджет. Ну, то есть смотри, условно, есть у меня 100 подписчиков, что дальше я говорю? А теперь, друзья мои, покупаем. Нет, не совсем, там целое, как говорят, это тебе к инфобизнесерам надо, да, они тебе ланч-формулу пропишут, то есть в этом отношении я не специалист, я работаю с ними в цепке, да, я отвечаю только за трафик, да, я привожу первого клиента чаще всего, да, на посадочную страницу, а дальше уже работают они. Хорошо, давай тогда поговорим про трафик, а как ты еще приносишь? Ну, понятное дело, первые это партнерские рассылки, правильно? Как ты находишь этих людей? Ну, во-первых, нужно понимать, ну, вообще, что не в мире происходит, а вообще, что в России происходит, вся активность должна быть у тебя на виду, и понимать, какая из наиболее релевантных рассылок тебе подойдет под твои продукты. То есть большая часть тех продуктов, которые существуют на вот этом рынке, эти рассылки могут быть партнерскими, без ущерба для этих рассылок. А что ты имеешь в виду без ущерба? Я к тому, что если люди занимаются энергетическими практиками, а ты продаешь дерево, как это, деревянные станки, условно говоря, и даешь к ним рассылку, то, соответственно, эффект будет, ты сама понимаешь, какой. Вот, а если мы, например, говорим, что ты учишь, условно говоря, одному навыку, и у тебя база монетизирована под него, а если, условно говоря, Вася учит другому навыку, да, но у него база по целевой аудитории совпадает с твоей, но он своими, скажем так, инструментами монетизировать ее не может, потому что в ней еще есть запас денег, запас прочности, но он специализирован только на своем. Вот он заточен, например, под тайм-менеджмент, он с помощью этого только и достает. Но есть вариант, если ты приходишь с каким-нибудь, условно говоря, сильным продуктом, он говоришь, я вижу, что у тебя целевая аудитория, давай запартнеримся, ходит партнерская рассылка, и люди по этой целевой, условно говоря, ссылке монетизируются уже через его инструменты, и ты получаешь деньги. Угу, хорошо. Какие еще есть инструменты, которые ты используешь? О-о-о, если говорю… Ну вот, Сергей, я так понимаю, вопрос здесь уже был, да, который на примере диджитальной, наверное, рассказывал про кучу инструментов, которые там используются. Ну, отчасти да. Да, вот, соответственно, ну, наверное, я повторяться не буду, но трафик бывает разный. Соответственно, я в основном работаю по почтовому. Ну, потому что так исторически сложилось. Сам пишешь рассылки? Нет, конечно, нет. Моя задача… Нет, я их аудирую. То есть моя задача сделать так, чтобы они работали на ту целевую аудиторию, которую мы им даем. То есть есть несколько вариантов, там, условно говоря, писем. Есть там 700 партнеров, которые в идеале, ну, понятно, что они не все подключаются. Например, если это конференция по интернет-маркетингу, то, соответственно, есть выборка. Вот эти площадки освещают вот это. Тебе, наверное, интересно, что им нужно предлагать, чтобы они согласились на участие. Да, конечно. Чтобы они запускали. То есть можно трафик тупо выкупать, но это понятно, это не ко мне, потому что, ну, как бы тот же в Google заплатите деньги, получите, этот самый, получите переходы в ВКонтакт, пожалуйста, тоже заплатите деньги, получите переходы. Мы про это сейчас говорить не будем. Мы будем говорить о том, что есть куча площадок, у которых есть подписчики, и которым тоже надо их как-то развлекать. То есть помимо этого нужно создавать свой какой-то интересный продукт и презентовать это площадке вот таким образом, чтобы они поняли, что их подписчикам это будет реально интересно. То есть, по сути, позиционирование такое. Я за вас уже придумал такой классный продукт, который будет вам, вашим подписчикам очень интересен. Вот. И, соответственно, вы можете, как бы, монтировать его. Ну, соответственно, просто так, потому что, ну, я скажу, ну, зачем мне это? Это первое. Нет, ты исходишь из своих реалий. То есть если это, например, какая-то большая контора, условно говоря, какая-то большая площадка, у нее немного другая мотивация. Не в смысле, а зачем это нам? Они часто понимают, что у них, знаешь, как в журналах, у них иногда бывают не проблемы, да, с контентом, а им нужен, ну, определенный информационный поток, который вот с качеством этой площадки, который должен поступать постоянно. Они уже сидят там, выдумывают какие-то новости, еще что-то. То есть вдруг ты какое-то релевантное, условно говоря, событие им предлагаешь. Они с удовольствием его поддерживают. Стоит, который еще регулярно происходит, уже там третий или пятый год. Например, конференция «Диджиталь». Ну вот на примере, говорю, ребят, ну вот она уже четвертый раз проходит. Ну вот уже вот такие вот спикеры, вот такие вот поддерживают и вообще. Они говорят, ну, слушай, да, интересно. А что вы нам? Ну вот они задают твой конкретный вопрос, да, и мы уже подключаемся к конкретным рычагам склонения партнера, да, на твою сторону. То есть что конкретно они еще могут получить? Мы можем им дать, мы можем, скажем так, тебе прямо сейчас все вот это расписывать? Конечно. Ну смотри, кому-то интересно просто получить логотип на сайте с прямой ссылкой. То есть, условно говоря, на посадочной странице просто вот есть логотип информационного партнера, нажимая на которую ты попадаешь на, соответственно, на этот самый. Ну, то есть такая грядка получается огромная, если у тебя там… Вообще кладбище логотипов. Да, это такое бывает. Ну, это один из вариантов, это раз, он до сих пор используется. Второе. Это допуск на само мероприятие, если оно платное, то это бесплатно. То есть, например, на примере конференции мы можем говорить, ну, допустим, вот у вас там 5 билетов, вы нас поддерживаете, рассылка у вас там 15 тысяч, соответственно, человек, да, она релевантная, вы запускаете, вы получаете аккредитацию. Раз. Для себя, для своих сотрудников и так далее. Если у вас есть еда, условно говоря, на конференции, это обеды, завтраки, ужины и так далее, вы тоже можете, условно говоря, получить полную аккредитацию, да, в зависимости от обстоятельств. Вот, дальше. Это мы проговорили про вот эти моменты. Дальше. Есть… Сейчас, как лучше сформировать. Ну, есть на конференции, если мы говорим про оффлайн, да, там больше вариантов, там есть место для так называемой выставки, да, там есть места. Ты можешь партнерам обещать стойку, нахождение там его конкретного человека, чтобы на том потоке, который уже, условно говоря, сгенерирован на вот этой конференции, они осуществляли свой лидозахват. То есть пользовались вот тем количеством людей, которые вот уже пришли, делали им правильный оффер и, соответственно, их уже переключали под свои конкретные предложения. Они монетизировали твою аудиторию, которые пришли на конференцию. Вот это уже гораздо более интересное предложение, от которого уже сложнее отказаться. Хорошо. Особенно, когда компания умеет закрывать с этого флоу, с этого потока. Ох, ты все время так говоришь, офферы флоу. Ну вот они ходят между залом и, соответственно, между кофе и залом. Вот этот вот путь, он монетизируется, он интересный. А какие-то розыгрыши проводятся, ну какая-то активность, что там еще. Ну помимо там бумажки неинтересно раздавать, а вот что-то регулярно, какой-то движняк делать, что-то раздавать, что-то разыгрывать. Не по визиткам в третий день, когда уже на первый день все ушли, и на третий день уже не пришли что-то там раздавать со сцены, да? Соответственно, там какие-то уже интересные движники происходят. Ну сама же знаешь, что можно в зале еще что-то раздавать. Что-то на меня так хитро смотришь. Да, я просто наслаждаюсь. Слушай, а расскажи про систему взаимодействия с этими партнерами. 700 человек, 700 разных компаний. Как ты с ними поддерживаешь контакт? Там же, наверное, очень часто меняются менеджеры. База становится не совсем актуальной. 700 – это, грубо говоря, вообще, что есть, удалось найти на рынке. Еще раз оговорюсь, ну не со всеми же, конечно, работой. То есть всего там, если говорить о количестве народа, который подключается под конкретный большой проект, ну их там чуть более сотни. То есть они не все под... Но все равно 100 человек. Не-не, 100 организаций. Опять же, они все разные. И, соответственно, каждый раз, не то чтобы заново, сейчас скажу, сформулирую. То есть, ну, если это крупное мероприятие, такая как конференция, то у нас за три месяца, за два месяца с ними налаживается какой-то контакт, устанавливаются какие отношения, уже до чего-то договариваемся. Они уже говорят, мы хотим вот это. Я говорю, хорошо, мы вам логотип вот сюда, туда, туда. Соответственно, стойка вот сюда, раздатка вот такая. Соответственно, аккредитация вот такая, вы нам там 100 тысяч рассылали. А люди, которые вот все это записывают, были случаи, когда просто где-то теряло что-то, не упоминалось, какие-то моменты вроде бы обещали, но не выполнили? Как с этим работают? Я думаю, что это в рамках, что называется, кривой нормального распределения. То есть, ну, такие случаи бывают, но как-то конкретно их выделять, ну, бывает, да, ошибки возможны. Ну, то есть, так не критично, правильно? Нет, ну, что, если что-то согласовали какого-то генерального партнера, или что-то там не получилось, конечно, это критично. То есть, ну, стараемся, конечно, так не делать. То есть, я в этом отношении, ну, я не буду говорить сейчас банальные вещи, что надо все контролировать, что надо ввести конкретные таблицы подотчетности с конкретными датами, когда чего делали. Это нормально. Ну, таблицы подотчетности, да, у вас, главная система? Ну, если говорить про меня, или вот, условно говоря, в те проекты, в которые я вхожу, то есть, там имеется ремка, используется часто. То есть, смотри, мы можем говорить обо мне как конкретном, условно говоря, подрядчике, да, или который внутри какой-то, там, условно говоря, у меня есть компания Ростогруп, да, но она там полный цикл, я там, что называется, я сам придумываю контент, я сам люблю сайт вместе с Вячеславом Асачем, да, соответственно, вместе нагоняем туда трафик. То есть, мы говорим, если о полном цикле, да, там все понятно. А если я вхожу в проект как конкретный специалист по организации партнерского трафика, то там другие точки контроля. Слушай, а вот какой самый большой объем трафика ты сгенерировал, вот благодаря именно партнерским рассылкам? А нету ни одного проекта, в котором, скажем так, участвовал только я. То есть, мы можем говорить там… Ну, ладно, командный работа. Ну, смотрите, если на конференцию пришло 30 тысяч посещений, то, в принципе, это уже нормально. А если говорить о рассылках, какой процент открытий считается хорошим для почтовой рассылки? У-у-у, ну ты такой вопрос, Бара, не задала, что вообще не брофи в глазу. Они не просто разные, они очень разные. То есть, есть рассылка 100 человек, которые моментально конвертируются, там, 70-процентной долей вообще даже конверсии, то есть, там, переходов. Ну, то есть, там, каждый… там, 70% человек, которые пришли от нее на сайт, они, там, регистрируются или попадают в рассылку. А есть, там, условно говоря, декларируемая, там, 20 тысяч рассылка, которую через раз… не просто через раз открывается, которая, там, переходов раз-два и обчелся. То есть, в данном конкретном случае, чтобы я бы не то что посоветовал, вот, вернемся на полшага назад, вот тот список, про который ты говорила, партнеров, хорошо бы там его еще ранжировать по конкретным баллам. То есть, вот этого человека в первую очередь окучиваем, потому что у него нормальная рассылка, то есть, все усилия, опять же, ну, мы говорим про закон Паретта, в первую очередь туда. А вниз уходят те партнеры, которые дают не такие… Не смысл не такие качественные рассылки, а не такие релевантные, не такие, которые не так хорошо монетизируются. То есть, насчет, на, как сказать, напротив каждого партнера хорошо бы иметь какое-то, условно говоря, числовое значение аранжировано, которое определяет то количество ресурсов времени, которые ты у него потратишь, чтобы получить вот этот результат. А как ты, что ты именно конкретно спрашиваешь у этих партнеров? Простешь ли ты их скрины, подписываешься ты на рассылку? А я могу иметь, что на ссылку дать и посмотреть просто, и все. Ну, то есть, это референтные ссылки, которые… Ну, не обязательно, можно даже отдельный сайт для них сделать и сделать отдельную подписку, и, соответственно, сколько нагонят, только нагонят. Вообще, очень часто под крупных партнеров делается отдельный сайт, вообще. То есть, например, спускается какой-то проект, делается два или три сайта, и я тогда могу, соответственно, в письмах указывать не кривую ссылку, ла-ла-ла, там, Эком Тулс или этот самый, а прямую ссылку, которая ведет только на этот сайт и только на этот подписной лист. И ни у каких партнеров и ни у каких спам-листов не будет вопросов, а что опять за фишинг происходит, потому что партнерка работает на… сама знаешь, на… работает с кокисом, условно говоря, да, и многие спам-листы, ну, многие почты у них возникают. Иногда, достаточно часто, я бы сказал, да, что вопросы. И желательно, когда вы можете отказаться от кривой ссылки, лучше от нее отказаться. Лучше просто делать несколько сайтов. Да, под конкретного партнера. Это гораздо более цивилизованное. Но они дублируются, правильно? Там информация дублируется. Да, да, еще раз говорю, вы просто… Разные домены покупаете и прикручиваете. Вот у вас есть партнер Вася, вот у вас есть партнер Петя. Не обязательно разные домены, можно просто поставить слэш и написать еще одно название. То есть… Просто еще одну страничку. А, просто страничку. Одну страничку, с которой, ну, естественно, выйти сложнее, да, но просто домен у вас может быть один. Например, вы просто там ставите тире или еще какое-то обозначение, там, например, пишите F. Там, соответственно, у вас прямая ссылка, но там фигурирует, условно говоря, и что видно, что вот это именно его партнера. То есть, соответственно, если у вас, например, три крупных партнера, вы делаете три сайта, и, соответственно, по каждому раздаете, и каждый из них работает. И никогда у вас не возникнет ситуации, когда, ой, я что-то вот здесь, они не дали мою партнерскую ссылку, вот здесь вот, видимо, прямой трафик пошел, мы теперь не отследим. Ну, чтобы таких ситуаций не было. Хорошо, у нас с тобой как раз заканчивается время. У меня есть несколько вопросов в Блице для тебя. Первое. Что бы ты ни сделал в своей работе с точки зрения морали и этики? Никогда бы в жизни. Ну, странный вопрос, а что, можно что-то сделать не моральное, не этичное? Вот, смотрите, есть, условно говоря, горизонт планирования краткосрочный и долгосрочный. Краткосрочный – это вот лес, и ты браконьер. Пошел, настрелял по-быстрому, экосистема развалилась. Принесло результат – да, но это с точки зрения долгосрочной перспективы не совсем, говоря твоим языком, этично, потому что, ну, им приходится восстанавливаться и вообще ты травму нанес. А если ты, что называется, грамотно поохотился, и от популяции отошло не так много, условно говоря, особей, и экосистема не пострадала, мы говорим о долгосрочной перспективе планирования, когда ты работаешь, ну, достаточно продолжительное время, и от этого сотрудничества выигрывают все. Ситуация win-win. То есть не браконьерство. Я перевожу на конкретный язык вот твой вопрос. Этика и не этика для меня вообще непонятный вопрос. Это кирпич по небу летит, как ты к этому относишься, ну, не знаю. Я перевожу вот как бы, как оно есть реалии. Можно выжечь рассылку нерелевантно, а можно просто сделать нормальный оффер с нормальным продуктом именно под эту рассылку. Слушай, ну, ты единственный человек за все 70 эфиров, которые все-таки поставил под вопрос этот вопрос, как прям сказала. А что там не так? Ну, обычно люди отвечают, что мы там не наварем, не убьем, не будем вести себя как-то, возможно, не совсем логично. Я отстроился, я рассказал про долгосрочные отношения, в рамках которых гораздо проще оценить вклад каждого, чтобы было понятно. Хорошо. А вот какие ошибки допускают чаще всего люди, которые тоже занимаются деятельностью схожей с тобой? В данном случае генерят трафик. Там очень много есть мелочей. Вот где-то основные. На пару суток ты вопрос задала такой. Не, ну давай такие основные, вот две-три, которые можешь вспомнить. Не умение монетизировать, самое основное, отсутствие вторичной воронки продаж. Ой, это вы по-русски. Это по-русски провели один, условно говоря, один запуск, да, монетизировали базу, но нету следующих продуктов. То есть вот провели, база тысяч человек стоит, а продать им больше нечего. Ну просто у самого человека, у самого, условно говоря, хозяина рассылки, он не придумал вторую воронку продаж, под которую вот эти лояльные уже тебе люди дальше будут монетизироваться. Хорошо. Это уже более такая. Да, кстати, я подумала, что в некоторых моментах и я этим грешила. Еще один вопрос у меня к тебе, касаемый книг или, возможно, сайтов. Какие ресурсы ты порекомендуешь, чтобы изучили наши слушатели и могли понять больше про лидогенерацию, про трафик, возможно, про привлечение людей? Проще подключиться к какому-то проекту и посмотреть вот это. Я не тот человек, который будет рекомендовать какие-то книги. Ну проще всегда взять живого человека, сесть рядом и сказать, ну покажи, пожалуйста, все. Проще подойти к лидеру рынка и сделать так, чтобы он тебя научил. А как сделать так, чтобы он тебя научил? А ну вот это уже другой вопрос. Это нужно, скажем так, ну ему надо быть заинтересованным в тебе каким-то образом. А это уже такой вопрос третий. Ладно, и самый главный вопрос. Какой совет ты можешь дать нашим слушателям, которые хотят повторить твою историю, хотят тоже научиться генерировать трафик, при этом зарабатывать много денег и быть счастливым? Слушай, ты когда говорил это предложение, вот под каждым из них там куча вопросов возникала, после каждой запятой. То есть вот такая легенда, которую ты сейчас рассказал, там много денег, генерировать трафик. Я не... Наверное, сейчас опять уйду, да? Из-под атаки. Я не люблю давать советы. Ну, как говорят, у вас своя свадьба, у нас своя свадьба. Надо каждый раз смотреть. Ну это просто какая-то школьная тема получается. Знаете, а что вы дадите вот... Что бы вас сказал Лев Толстой? Ну, понимаете, вот у всех диагнозы разные. Вот что могу сказать. Я не могу конкретно сказать, нет общих механизмов. То есть нет универсального секрета? А как найти свой путь хотя бы вот в этом ключе? Антон Мажелинг хорошо сказал про это, один из создателей фриланса. Вы монетизируете то, лучше у вас получится монетизировать то, чем вы готовы заниматься постоянно и бесплатно. Ну вот я думаю, что на этой воодушевляющей ноте мы закончим 70-й выпуск MediaFresh. Спасибо, что пришел, спасибо, что уворачивался от моих вопросов. У тебя практически это получилось. Думаю, что наши слушатели с удовольствием, наверное, все-таки будут следовать тем советам, которые ты все равно дал, не хотел, но дал. Поэтому еще раз благодарю тебя. Спасибо. Пока. Медиафрэш. 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 Продолжение следует...